Глава государства поручил ускорить оценку пострадавшего от паводков жилья. На встрече с заместителем премьер-министра Канатом Бузумбаевым президент был проинформирован о работе правительства по ликвидации последствий паводков и оказанию помощи пострадавшим. По информации заместителя премьер-министра, на сегодня более 64 тысяч человек уже вернулись в свои дома. Жителям, которые находятся в эвакуационных пунктах, оказывается необходимая помощь. Всего с начала паводка было потоплено 11 998 жилых домов и 5 359 дачных строений. Как сообщил Канат Бузумбаев, в пострадавших регионах обследовано 16 715 жилых домов. По 15 464 объектам завершена оценка ущерба. По итогам оценки 9 903 дома подлежат ремонту, 6 875 не подлежат восстановлению. По ним планируется купить на вторичном рынке 4525 домов и квартир, а также построить 2350 домов по типовому проекту. В настоящее время региональными комиссиями рассмотрены и одобрены 34 заявки субъектов на общую сумму около 377 миллионов тенге. В настоящее время компенсацию на ремонт и восстановление жилья уже получила 4521 семья на общую сумму 57,4 миллиарда тенге. В целом на восстановление жилья требуется порядка 237 миллиардов тенге. Глава государства заслужил доклад по применяемым правительством мерам по единовременным выплатам. По состоянию на 6 июня 2024 года 31 642 семьи получили единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 11 миллиардов тенге. Данная работа полностью завершена в Карагандинской, Павладарской, Акмолинских областях и областях Абай, Улытау. Продолжаются выплаты в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Кустанайской, Атыраусской областях. В заключении глава государства поручил ускорить оценку и техническое обследование пострадавшего жилья, а также взять на контроль качество и сроки строительства домов.